Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! И мы с вами начинаем новый мукбанг! Мне, честно, очень понравился, какой стол у меня получился. На мой взгляд, стол просто шикарный! Увидела у Снежаны, у нее была пицца и были роллы, и мне настолько понравилось! Прям аппетит разыгрался, что я тоже решила снять подобный мукбанг! Итак, что у нас на сегодня? Здесь у нас роллы Филадельфия, как всегда, спайсы с креветкой, или, наверное, это не спайсы, они чуть выше, обычные самые жареные и домашняя пицца, которую я приготовила сама. То есть, роллы я заказала, а пиццу, пока не ехали, готовила самостоятельно. Кто кушает, вам тоже приятного аппетита! И хотела бы очень вас попросить, как вы видите, я стараюсь, снимаю контент, стараюсь делать хороший стол. Кому не сложно, подписывайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, у меня соевый соус не поместился, поэтому пока что я его размещу куда-то вот сюда. А дальше уже, когда местечко освободится, а вот, его видно, его видно. В общем, кому не сложно, подписывайтесь, пожалуйста, это очень-очень важно, это очень-очень мотивирует. На мой взгляд, вот, кто бы что ни говорил, мое личное мнение, я считаю, что это самый лучший фон, при котором я когда-либо снимала. Вот чужие мукбанки тоже смотрю, мне не нравится, когда вокруг люди, какой-то шум. Я считаю, что акцент, прежде всего, самое главное, должен быть на еде. Давайте поближе вам покажу ролл. Ну, такое себе, но зато они очень вкусные. Просто вкуснотища. Жареные роллы здесь обычный краб, но тоже вкусные. Пить мы с вами будем спрайт. Под вчерашним мукбанком было очень много положительных комментариев. Нам, знаете, настроение поднимается, хочется снимать и снимать. Когда читаешь подобные комментарии. Некоторые в комментариях спрашивают про моего парня. Куда он делся, почему я про него не рассказываю. Я просто реально не знаю, что рассказывать. Все замечательно. А я счастлива. Если в каждом видео я про него не рассказываю, это не значит, что его нет. Вот буквально вчера он прочитал в комментариях. Кто-то написал под моими короткими роликами, что Айка, сними, пожалуйста, видео с дубайским шоколадом. Он мне целый сет купил. Там пять штук разных абсолютно. Вот самый большой шоколад, самый маленький. Я сняла короткий ролик, который, в принципе, я могу перевести и выложить сюда. Но почему-то мои короткие ролики в Ютьюбе вообще не просматриваются. То есть я выложила шоколад вчера. Он набрал 3000 просмотров, представляете? Хотя вроде неплохой шоколад. Просто мои шоколады не попадают в рекомендации. Вот что я заметила. Поэтому вот я думаю, стоит ли это видео просто переводить и выкладывать. Все равно его никто не увидит. Лучше уж я на мукбанке вам покажу. Понятное дело, что все уже попробовали этот дубайский шоколад. Хайп с этой темой уже давно закончился. Но вы же знаете, какой я тормоз. Но даже несмотря на тот момент, что я сняла это видео, когда дубайский шоколад уже был не на пике популярности, мое видео очень хорошо залетело. Я даже была удивлена. То есть за сутки оно в инстаграме набрало, по-моему, 60 тысяч. Просто нежнятина, не роллы. Пицца какая у меня. Рецепт обязательно оставлю внизу в описании под видео. Переходите, готовься. Так что не переживайте, все замечательно. Я счастлива, это самое главное. Вы обязательно пишите в комментариях, стоит ли снимать мукбанк с дубайским шоколадом. По идее, его на мукбанке много не съешь. Как, например, роллы, пиццу и все остальное. Я думаю, можно в конце видео просто попить чай. Также еще некоторые зрители очень недовольны моим инстаграмом. А именно тем, что очень много ссылок на Трэн Йоу. Я, с одной стороны, понимаю людей, потому что люди не могут заказать. Им неинтересно это. Несмотря на то, что мой инстаграм на русском языке. Именно в моем инстаграме iCemily где-то 40% зрителей, это зрители из Азербайджана. А им это очень полезная информация. Полезная в каком плане? Если вы обратите внимание на то, какие цены я предлагаю. То есть я не просто выкладываю какие-то вещи и рекламирую, я реально рекламирую те вещи, которые намного дешевле покупать на Трэн Йоу, нежели у нас здесь в городе. То есть здесь разница прям в два раза. А то и больше. Мои зрители просто, получается, экономят время. То есть, например, чтобы найти товар, который на скидке, нужно полазить на маркетплейсе, найти его именно во время скидок заказать, чтобы это было выгодно. Потому что если вы в обычный день закажете, нифига ничего выгодного вы там не получите. Такая же цена, как и в городе. Тут моя задача заключается в том, что найти этот товар по самой выгодной цене выложить. В течение нескольких часов, например, супер максимальная скидка. И в этот момент я выкладываю, и мои зрители покупают этот товар. И поверьте мне, если бы не было бы людей, которые приобретают эти товары, я бы не ставила эти истории. То есть это мой заработок, мой хлеб. И те люди, которых это раздражает ужасно, они могут просто отписаться и смотреть, например, мои видео в Ютубе. В Ютубе же этого нет, правильно? Это есть только в Инстаграме. И вот от Инстаграма вы можете просто отписаться и смотреть чисто Ютуб. Вот и все. На Тренд Йол кофе во время скидок можно купить почти в два раза дешевле, нежели у нас в городе. Я вот в такие случаи сразу заказываю большими сетами. Заказываю себе где-то на полгода, кому-то дарю и так далее. Потому что я люблю кофе. Хотя на самом деле раньше я его не любила. Я понимаю, что это раздражает людей, но вы меня тоже поймите. Это мой заработок. Вообще в русскоязычном пространстве немножко люди другие. И блогеры другие. Например, я смотрю одного блогера, и она поехала отдыхать. И зрители постоянно спрашивают, какими турагентствами и так далее. И это абсолютно нормально. И он начинает. Вот вы что, не можете загуглить. Вы не можете самостоятельно найти. То есть в русскоязычном пространстве только за деньги делают какую-то отметку. Если это тем более-менее большой блогер, никогда просто так эту отметку блогер делать не будет. А здесь немножко по-другому. Здесь как бы считается, что ты делишься полезной информацией для своих зрителей. Зачем зрителям быть подписанным на тебя? Если ты элементарно не можешь сказать, где ты заказала. А можешь только сказать в том случае, если тебе за это заплатили. Это как бы считается неискренним. Так, суть в чем заключается. В том, что зрители от тебя получали максимальное количество информации. Даже если это не реклама. Даже если ты за собственные деньги купила эту кофту. Как бы ты обязана оставить ссылку, если зрители этого хотят. Потому что в противном случае, почему я как зритель на тебя подписана? Если я от тебя не получаю никакую полезную информацию. То есть суть заключается в этом. Поэтому здесь в инстаграме блогеров в течение дня вы можете заметить там, не знаю, 10 разных ссылок. Из этих 10 ссылок только одна может быть рекламная, а может и она не быть рекламной. То есть, немножко это прозвучит странно, но люди как будто разные. Мне дубайский шоколад подарил мой парень. Я же не буду у него спрашивать, где ты купил, по чем ты купил. Лес, я это отмечу. Это просто будет выглядеть, как будто я делаю рекламу. И просто а-ля мне подарил парень. Правильно? А люди продолжают спрашивать. Им абсолютно не интересно, заплатили тебе, не заплатили. Показываешь, делись. В противном случае, зачем я вообще тебя смотрю? И с одной стороны, это логично. Именно поэтому уже некоторые зрители просто перестают реагировать на отметки блогеров, потому что они знают, что это чисто заплачено. А если вообще заплачено крупное сумма денег, то внизу. Очень мелким шрифтом бывает написано. Очень мелким шрифтом. Ооо, реклама. Даже в ютубе. В инстаграме. В ютуб шотс вы можете заметить. Недавно смотрела Пушман. И она там говорила, что ее новый влог вышел на рутубе. И вот когда она это говорила в шотс, у нее внизу всплыла всплыл токен. То есть, следовательно, ей хорошо заплатили за это. Заплатили за то, чтобы она опубликовала свои видео не в ютубе, а, например, в рутубе. Но сейчас на подобная реклама мне тоже поступала. Просто мне выгоднее и удобнее быть здесь. Так как у меня несколько каналов. Так как у меня зрители не только из России. И можно сказать за последние, не знаю, два года. Не могу сказать за всех, но чисто меня. Кормил тот же самый Казахстан, Кыргызстан, Грузия. Все остальные страны, которые меня смотрели в эти два года. Они смотрели меня с рекламой. Поэтому сейчас чисто их бросать. Потому что где-то платят больше. И не факт, что там заплатят больше. Но можно было, знаете, как заработать. Просто чисто перегнать аудиторию туда, пару роликов снять туда. Получить за это деньги, а потом продолжить снимать в ютубе. Можно было сделать так. Честно, я наелась. Было действительно очень вкусно. Вам тоже огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписываться. Потому что ваша поддержка сейчас на меня реально очень много значит. Я стараюсь. Я хочу видеть результат. На этом все, мои хорошие. Всех люблю. Целую. С вами была Айка. Пока. Пока.